Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Поругались бывшая подруга, она утверждает, что я приходила к ней домой и что-то там сделала, якобы меня видно по камерам, это точно была я, но само видео, где я была, не показывала, я точно к ней не приходила и ничего не делала. После всех наших с ней ссор, я уже начинаю сама в себе сомневаться, сомневаться в своих словах и т.д. Почему так происходит, почему я начинаю в себе сомневаться и переживаю насчёт того, чего не было. Ответ кроется в том, что вы поругались с бывшей подругой. Дело в том, что если вы поругались с ней, это означает, что какие-то вещи в течение какого-то времени вы зажимали и не выражали. Когда так происходит, обычно это заканчивается ссорой. Дальше. Вы сомневаетесь в себе по большей причине. Потому что подавляете свои импульсы. То, что делает подруга по отношению к вам, является нападением. Нападение встречается с человеком. Защитой. Вам нужно защищаться. Но вместо того, чтобы защищаться, вы, вероятно, пытаетесь переспорить, доказать, убедить и т.д. Сомневаться вы начинаете по той же причине, почему и ругаетесь. Из-за невнимательности. К себе. Если бы вы были к себе внимательны и внимательны к тому, что с вами происходит, внимательны и внимательны к тому, что вы чувствуете, и если бы вы привыкли это выражать, ничего бы этого не было. Но если человек к себе невнимательный, то с ним происходит ровно то, что вы описываете. Плюс. Такой человек уделяет больше внимания другим людям, нежели чем самому себе. Вот вы думаете о подруге. Но не о себе. Понимаете? Если мы, например, берем ситуацию с камерами, то гораздо легче заметить у себя нежелание приходить к подруге, быть у нее, чем пытаться доказать, что вас не было. Понимаете? Вот. Я думаю, что о подруге так много вы думаете. Еще и по той причине, что она для вас стала своего рода громадоводом вашего какого-то недовольства, возможно, обидно других людей, которым мы ничего не высказывали, не выражали. Сюда тоже сомнения в себе. Слишком много, как бы, накладывается на эту ситуацию. Если бы, опять же, этого не было бы, то вы сказали бы просто своей подруге, что окей, если ты считаешь, что я была у тебя дома и что-то сделала, и у тебя есть видео, ну, покажи это видео о полиции, например, и все решим. Следующий момент. Следующий момент. Последний, но очень важный. Вы начинаете в себе сомневаться потому, что плохо видите то, что вы делаете. Разобидеть человека в его местонахождении можно только тогда, когда человек сам не очень чувствует то, где он хочет быть. Если я хочу где-то быть или с кем-то быть, и если я там нахожусь, я чувствую себя так, что никто никогда не сможет приубедить меня в том, что я был где-то еще. Потому что я точно знаю, где я хочу быть и с кем. Если в вашем случае у подруги получилось вас приубедить насчет, то вы в этом не уверены. А это значит, что вы живете свою жизнь как бы полуспя, то есть полусмер. Это нужно все корректировать. Это, конечно, работа со специалистом. То есть тут нужно во-первых выяснить, что из того, что я сказал правда и дальше уже устраивать терапию. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.